И она меня стала отговаривать туда идти, говорит, зачем я там была, там дети бегают, что-то непонятное. Я говорю, слушай, я уже накрасилась, договорилась, с кем ребёнка оставлю, я пошла. В общем, я пришла в офис и ушла оттуда за гонными просто глазами. И когда у меня ребёнок спросил, старшая дочка, она говорит, мам, ну чего? Я говорю, ты знаешь, я ничего не поняла, но я хочу. То есть вот с такими вот глазами я пришла домой, потому что действительно не было осознания даже примерно, что нужно делать, но было чёткое понимание того, что я кардинально могу изменить свою жизнь. То есть работая в налоговой 9 лет, ну вот сегодня Юля про это много говорила, да, но как такового надежды на какое-то красивое будущее, на то, что ты отстроишь дом мечты, будешь путешествовать с семьёй, ну не было этого. Если ты заработаешь на 5 тысяч чуть больше, чем у тебя есть зарплата, максимум, что ты сможешь сделать, это просто чуть-чуть получше кушать, чуть-чуть получше одеваться, ну и, может быть, съездить на какой-нибудь самый дешёвый отдых, допустим, да. То есть по большому счёту, в принципе, ничего не изменится в твоей жизни. Поэтому меня интересовало чуть-чуть. И я сюда пришла и готова была научиться создавать личный товарооборот, научиться коммуницировать с людьми, работать с людьми ради большой цели. Ребят, я в налоговой работала, работа с людьми, в отделе работы с налогоплательщиками. Это общение, каждый день одна и та же информация для них, это новое. Но я там зарабатывала 15 тысяч рублей. Сейчас мой доход составляет полтора миллиона в год, уже два года. Тогда я заполняла декларацию каждый год, потому что нас обязывают, да, отчитываться перед государством. Я помню, что мой доход ни разу не превысил 300 тысяч рублей в год. Представляете, да? Такая огромная разница. И декрет, мой декрет, это дверь в новую жизнь. Это то, когда ты понимаешь, что ты ничего не теряешь, а приобрести можешь очень-очень много. И вы знаете, сегодня вот я поднимаю такую тему лидер, да? Я за пять лет сотрудничества с компанией очень часто слышу, лидер должен это, лидер должен то. И иногда, вы знаете, как хочется вот спрятаться, да, куда-нибудь в кусты. Нет, я не хочу сегодня быть лидером, не хочу брать на себя ответственность, не хочу принимать какие-то там решения, да, хочется. Но давайте мы с вами подумаем. Выясните, пожалуйста, кто такой человек, который не берет на себя ответственность, который не принимает никаких решений. Хорошо, он не хочет быть лидером. Кто ты тогда, если ты не лидер? А прежде чем сказать, что я не хочу им быть, тогда реши, кем ты хочешь быть. Кто за тебя будет решать, принимать решения, брать какую ответственность, хочешь ли ты быть зависим от кого-то, да? И люди, у нас есть с вами люди как в бизнесе, так и в жизни, которые называют паразитами. Это люди, которые примкнули к какому-то из лидеров. Даже если мы с вами не берем бизнес, скажите, в жизни кто такой паразит? Что вам приходит в первый в голову? Русская, другая. Нарклебник, все? Альфон. Альфон, однозначно. Хорошо. Коррупция тоже сюда подходит? То есть, это когда ты хочешь нажиться на чем-то другом, правда? Так вот, как вы думаете, женщина, которая живет, значит, мужчина, она как правило? А надо его взять? Я знала, что здесь будет расстроение личности. А надо, чтобы еще замуж. Нет, на самом деле, это норма нашей жизни, да? Мы не берем с вами как бы декрет однозначно, тут муж, конечно же, должен содержать свою семью. Но, ребят, ты можешь быть очень красивый, но при этом не иметь своего мнения тогда, правда? Но ведь чаще бывает именно так. Редко бывает, когда пришел к тебе богатый, добрый, и ты делаешь все, что ты хочешь, правда? Все-таки в жизни немножечко устроено по-другому. Поэтому, прежде чем сказать, захотеть спрятаться, убежать куда-то под пальмой, там, я не знаю, да, подумайте, а хотите ли вы быть вот таким вот нелиидером, да, человеком? Человек по своей сути рождается лидером. Но не каждый становится лидером, правда? Но по большому счету рождаются на самом деле все. Вот давайте мы с вами подумаем, если бы наши предки, ну, возьмем прям древний мир с мамой, да, если бы они не были лидерами, как вы думаете, они бы выжили? Они бы не выжили. Скажите, для чего в группе выбирают лидера? Ну, цель, какая группа, в которой должен быть лидер, как вы думаете? То есть главная цель – выжить. Правда? Хорошо. Главная цель, получается, выжить. И чтобы выжить в лесу, нужно выходить из пещеры, есть возможность замерзнуть, есть возможность самому стать едой, но кушать-то хочется, правда? Поэтому чем больше риски, тем больше шанс получить еду. И, вы знаете, вот в нашем бизнесе тоже интересная такая вещь происходит. Вообще вот в современном, в современном мире, давайте так скажу, да, для того, чтобы покушать, нужно сходить в магазин, либо сейчас уже даже просто позвонить. И пицца к вам приедет, да? Пицца там или сушь, или еще что-то. Вот. Рискуем ли мы жизнью сейчас? Наши риски несопоставимы с теми рисками, которые были раньше у людей, да? И мы действительно живем в обеспеченном мире, и сейчас нету борьбы за жизнь. Сейчас есть борьба за социальный успех. То есть кто ты есть, да, в этой жизни? И, вы знаете, вот люди приходят и говорят, я боюсь, что у меня здесь ничего не получится. Говорят такое, да? Всегда хочется спросить, о чем ты рискуешь? Не получи то, чего у тебя нет. Как бы, да? Очень хочется сделать так, чтобы люди задумались, чем они вообще рискуют, когда приходят сюда. Рисков нет, ребята. Здесь есть напряги. Вот, что сейчас у нас с вами есть. Люди иногда боятся перенапрячься. Они хотят продумать все наперед, да? Стоит или не стоит. Но вы должны понимать, что выбор — это всегда потеря. Если ты выбираешь одно, значит, ты теряешь что-то другое. Если вы выбираете, например, не работать, не сотрудничать, да, не вести здесь свою деятельность, значит, вы теряете возможность и надежду на то, что вы будете жить как-то по-другому, на исполнении вашей мечты, на свободный график работы, на все, на что угодно, правда? Если вы выбираете деятельность здесь и сейчас, и у вас есть, например, ваше окружение, ваши дети, да, которые требуют внимания, то тогда вы отказываете себе в отдыхе, в большем внимании уделить детям. Но, знаете, вот те люди, которые знают моих детей, я думаю, что вы видите, что они далеко не ущербные, очень самостоятельные и воспитанные дети. Причем младший, который воспитывался, да, пока я принимала этот бизнес, он достаточно, он не хуже разговаривает, чем те же дети в детском саду. Я всегда это рассказываю, потому что мамочкам иногда кажется, что если они не уделят внимания, ребенок будет плохо развиваться там или еще что-то. Да нет, он будет развиваться вместе с вами. Вы хотите, чтобы дети развивались. А почему вы останавливаетесь в развитии? Развитие — это постоянный процесс человечества. Человек должен развиваться, не важно, сколько ему сейчас лет. Всегда есть к чему стремиться. И, знаете, рисков нет. Но есть, как сказал Гондопас, ништяки. Что это значит? Пошли вы, например, получать права на вождение автомобилем, да? Согласитесь, это же не риск. Ништяк? Ништяк. Но вы идете и боитесь, сегодня у вас экзамен, и вы боитесь не сдать. Вы испытываете такой вот страх, что, может быть, я не сдам, вас трясет, вы садитесь за руль, да, вас колбасит все тело. Но подумайте, проиграйте эту ситуацию наперед. Ребята, ну а что случится, если вы не сдадите сегодня? Подумайте, что вы делать будете тогда? Еще раз пойдем. Может быть, придется заплатить еще раз. Может быть, город кругу съездит, да? Но это же дополнительный напряг. Но это не страшно, правда? Когда вы начинаете продумывать это наперед, вот, проживать, вы понимаете, что страхи на самом деле люди сами себе рисуют зачастую. Как таковых страхов их просто нет. Если мы с вами будем переживать и страшиться по каждому поводу, тогда мы с вами, да, наверное, даже личную жизнь не сможем устроить, правда? Если всего бояться. И вот как раз-таки люди, которые проживают в депрессии, они проживают из-за того, что очень много надумано просто все в нашей голове на самом деле. И есть несколько стратегий поведения человека. Вот сейчас мы с вами разобрали стратегию, кто такой паразит вообще, да, в жизни, в бизнесе. Герой, ну, тут все очень просто. Он жертвует собой ради выживания кого-то, да? Ну, это действительно герои, они получают медали, награды. Вот. Но самая страшная стратегия – это вот эта, аутсайдер. Почему? Потому что ее выбирает большинство людей и зачастую навсегда. То есть на протяжении всей жизни человек находится вот в этом состоянии аутсайдера, да? Что же это за человек? Ну, вы как видите, он такой вот ленивец, да, в первую очередь. Он боится перетрудиться. Он хочет работать меньше. И, знаете, он находится в состоянии всегда между «хочу» и «буду делать». То есть вот в этом, да, он вроде бы… Ты его спросишь, а ты хочешь? Да, хочу. Но он не будет тратить энергию на получение своего «хочу». Он будет тратить много энергии для того, чтобы найти причину объяснить вам и себе в первую очередь, почему не надо этого делать. Он найдет много причин, почему «Мерседес» покупают лузеры, переплачивают за… просто за марку, они все дураки. Понимаете? И он всегда найдет много причин в любом. Даже вот в нашем бизнесе с вами, да, есть люди, которые вместо того, чтобы начать действовать, придумают причины, почему здесь не нужно что-то делать, да, развиваться. Вы знаете, вот эти люди, они очень много говорят, они мало делают, и при этом они откуда-то очень много знают. Обратите, пожалуйста, внимание вот на эту картинку, да, из нее мы делаем вывод, что лидер – это соотношение между усилиями и результатами. И, вы знаете, каждый может зарабатывать, когда приперло. А что такое приперло? А приперло – это когда кушать нечего. А приперло – это когда крыши нет над головой, правда? Но ведь сколько людей живут в подвешенном состоянии, у которых крыши над головой сегодня есть, они снимают квартиры. И они не чувствуют ощущение, что им, как бы, ну, что-то угрожает в этой жизни, да, внешне. И они живут одним днем, эти люди, они не понимают, что, живя даже на съемной квартире, завтра тебя просто могут оттуда выкинуть. И вот когда наступает у человека момент, да, он прожил в этой жизни и попал уже в какие-то ситуации, когда он там остался без крыши над головой, когда он почувствовал, что такое, как накормить семью и себя. Вот здесь вот возникает лидерство. Но, ребят, лидерство – это не только тогда, когда приперло. Лидерство – это когда у тебя вроде бы все есть, но ты находишь причины для того, чтобы себе рассказать, почему мне нужно двигаться дальше, почему же мне нужно действовать. Вы знаете, раньше в общении было от 20 до 50 особей, да, будем так говорить. Почему не меньше 20? Потому что, чтобы выжить, ну, выжить в группе больше шансов, да, чем в одиночку, согласны? Почему не больше 50? Управлять сложнее. Потому что много уже, да, толпа получается. И мы с вами сегодня поговорили о том, что для группы нужен лидер, чтобы первая главная цель – это выжить. А скажите, как вы думаете? Вот я сейчас приведу пример, и тогда из этого примера вы мне скажите, какое главное качество лидера. Бежит толпа мамонтов, и от них бежит наша группа, да, то есть мамонты бегут за нашей толпой, где присутствует этот лидер. А что лидер сделает? Какая его главная черта будет? Вот в группе надо выжить. Будет придумывать план, чтобы повезти за собой. Соорудить яму, чтобы он туда провалился. Так, то есть в любом случае он принимает решение. Правильно. И самое главное – это принятие быстрого решения. Потому что, представьте, бегут за ними мамонтами, давайте соберемся, подумаем вместе. Куда стратегия поведет лучше, если мы пойдем туда или сюда, да. То есть нужно понимать, что это быстрота принятия решения. Порой она гораздо важнее, чем качество принятого решения, да. И если это наложить на наш бизнес, то, вы знаете, я вот узнав вот такую вот вещь, с которой я вам сегодня делюсь, я сразу это наложила на свой опыт, на свой бизнес. То есть, если я рекрутиваю, и рекрутинг мне не дает в течение, там, двух каталожных периодов, допустим, тот результат, который мне необходим, что я должна сделать? Блин, ну что-то хоть я должна сделать, да. Я же не должна продолжать делать одно и то же, то, что мне не приносит результат. Новичков, которые только делают первые шаги, это не касается. Они просто продолжают делать, искать свой метод, потому что методов много. Вы выбираете свой. Например, вы работаете двумя какими-то методами, да. А может, тремя. Знакомый, контакт, инстаграм, допустим. Но, ребят, поверьте, еще больше десяти методов есть. И это для вас резерв, чтобы потом где-то еще себя развивать, да. То есть вы на этом все равно же потом не остановитесь. Итак, давайте мы с вами нарисуем портрет современного лидера. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы понимать, каким нам с вами нужно быть для того, чтобы притягивать к себе людей. Правильно? Как вы считаете, физическая сила важна? Что такое физическая сила? Это же не только поднять там что-то тяжелое, да. Это когда человек занимается спортом, он подтянутый, в тонусе, да. Он больше верит в себя, как вы думаете, человек, который спортом занимается? У него осанка другая. Другая. То есть, о чем мы говорим? О том, что физическая сила — это в первую очередь состояние этого человека, да. Само по себе, лежа на диване, представьте, уверенный человек вышел такой, да. Лежал, лежал, и вдруг у него появилась уверенность. То есть, нужно понимать, что уверенность приходит в процессе вашей деятельности, а не бездействия вашего. Там еще, да, еще хуже будет, если лежать будем. Нужно поднимать себя с кровати, заставлять делать то, что мы не делали вчера. Энергия, как вы считаете, важна? Очень важна. Энергия, да, с которой мы говорим. Может быть, кто-то слышал такое словосочетание? Не важно, что мы говорим, главное — как, да. То есть, всегда с горящими глазами, ну, не надо, ну, везде должна быть золотая серединка, да. Все должны понимать. Но энергия в человеке обязательно должна быть. Следующий пункт — это, да, кстати, вот лень — это низкий уровень энергетики, да. Это тоже мы должны понимать. Почему именно портрет современного лидера — это знание иностранных языков? Потому что именно это толкает человека на новые знакомства. Если он захочет развиваться дальше, вне своего города, вне своего региона, если он уже закинул удочку, что его дети будут учиться там в другой какой-то стране, допустим, да, то есть, знание иностранных языков, оно продвигает человека. И вот с нами как раз-таки поделился, да, Гантапас тем, что он сказал, какие три навыка откроют двери, большое количество дверей в мире. Я думаю, что это будет полезно не только для нас с вами, но и для наших детей. Это изучение именно английского языка, потому что, ну, на английском разговаривают все, вы практически везде сможете договориться, да, где бы вы ни находились. Это умение публично выступать, тоже очень важно, да. Это представить себя, представить свою команду. Ну, как может человек, который хочет преуспеть, не уметь общаться с людьми и быть непоммуникальным, да, ну, это просто как бы априори неправильно, поэтому однозначно это публичное выступление. Ну, и, конечно же, хобби. Причем хобби такое, которое будет вас каждый раз знакомить с новыми людьми. То есть, сидя дома и вязав носки, мы с вами этим хобби себя не продвинем. То есть, должно быть такое хобби, которое нас знакомит, знакомит, знакомит. Согласитесь, знакомство с людьми очень важно в нашем мире, правда? Это продвижение, в любом случае продвижение нас вперед. Ну, и следующее — это факторы привлекательности лидера. Следующий слайд. Я пока приведу пример. Вот здесь выделено, да, это правильно, надежно, приятно и выгодно. И просто приведу пример. Ну, допустим, у меня есть друг. Друг, который, ну, в сфере афер крутится, да, скажем так. У него очень много знакомых. Он далеко не нравственный человек, он постоянно людей обманывает. Вот. И вы, кстати, можете себе нарисовать вот такой вот квадрант. Вы по нему обязательно проработайте, пожалуйста. И, ну, поставьте, вот знаете, как нарисуйте. То есть, вот такие вот полосочки, да, сделайте вот так. Раз, и вверх. И шкала десятибольная, да, десятибольную шкалу нарисуйте. Вот. И я ему, ну, за то, что вот он правильный и неправильный человек, поставлю вот двоечку. Потому что я считаю, что он совершенно неправильно живет. Его образ жизни мне не подходит. Но, вы знаете, с ним приятно ходить, отдыхать куда-то, да. Почему? Потому что у него есть знакомые, у него вот это вот много общения, да. И он всегда красиво одет, богато одет. Мне с ним хорошо. И мне с ним самое главное выгодно. Вот здесь я поставлю десяточку. Почему? Потому что он платит везде за меня. Мне с ним очень выгодно. И даже если я где-то с ним отдыхаю, нам девчонки клеятся. Да? Вот. И мы никогда не останемся одни. Поэтому у него есть с ним очень выгодно. Но он далеко не надежный товарищ, потому что он много говорит, мало делает, да. Все время не выполняет в срок то, что обещал. И у нас с вами получается, потом мы вот эти вещи соединяем. У нас с вами получается, ну, приятно, допустим, девять. Здесь два. От девяти ведем к двуму. Надежно тоже там единичку. И выгодно десяточку, да. И теперь каждый из вас на основании этого примера должен нарисовать себя. Вот как вы считаете, выгодно ли вы человеку? Выгодно ли вам с вами работать? Выгодно ли с вами общаться? Выгодно ли с вами жить? Надежно ли с вами? Тот ли вы человек, который один раз принял решение и больше не свернет в своего пути? Или вы сегодня так, завтра вы думаете по-другому? Люди это очень хорошо чувствуют. Куда вы поведете за собой своих людей? Они пойдут только за надежным человеком. Правильно. Ну, здесь, конечно же, морально-нравственные такие вот отношения, да. Ну, в основном в нашем бизнесе мы работаем именно с людьми, которые вот здесь вот в правильном направлении идут обычно. Ну, и приятное, это, конечно же, здесь внешность, это общение, это самое главное, умение слушать. Потому что очень много людей слушать не умеют. Они задают вопросы, они не слышат ответа. И вот здесь очень важно этому научиться. Люди этому учатся, да. Миссия лидера — это развитие организации команды. Мы сегодня это поняли из древней общины, да. Мы поняли, для чего нужен лидер. И вот как раз-таки объединение лидера, его навыков, плюс команду, то есть то, что умеет делать команда, и дает потрясающие результаты. Вот именно объединение. И лидер, он организует эту команду. Кто чем лучше занимается, тот эту сферу и будет, естественно, подтягивать, да. Потому что я могу сказать, что знать всего невозможно. Вы должны это понимать. И я некоторые вещи до сих пор не знаю, которые знают менеджеры, например. Да, которые подрастают. Менеджеры 9-12 процентов. Они технически могут знать гораздо больше, чем знаю я. Поэтому это тоже нужно понимать. В команде просто есть все. Поэтому команда сплоченная, она работает. Следующий слайд, последний. Лидеров нужно воспитывать, задавая им вопросы. Не просто давая им определенные ответы, да, вот только так и никак по-другому. А задавая всего лишь два вопроса. Вот к вам пришел человек, что-то у вас спрашивает. И вы понимаете, что в принципе на его бы уровне вы могли бы справиться с этим вопросом. Задайте ему вопрос, а ты-то как сам думаешь? Он хочет в себя просто снять отвертственность. Он знает ответ на этот вопрос, но он хочет услышать это от тебя. Поэтому просто пообщайтесь. А ты-то сам как думаешь по этому поводу? А что ты предлагаешь? И послушайте, что скажет на этот человек, да? И вы знаете, лидерство, оно находится до сих пор в процессе эволюции. Оно развивается, оно не останавливается. И вы должны понимать, что страх — это сопутствующая любого успеха. Мы буквально недавно приехали из Конгресса предпринимателей. У нас ездило в нашей академии несколько человек. Мы вот такая веселая команда, которая помогает двигаться по карьерной лестнице. И вот представьте, да, когда вы находитесь в окружении людей, у которых... Вот все, что я прочитала, мощная энергетика, которые интересны, которые развиваются, которые читают книги, которые, у которых горят глаза, и которые не готовы мириться с тем, что дает им общество. Как вы думаете, подтянетесь? Да. Это команда. И я недавно вычитала в интернете такую фразу, что век профессиональных одиночек прошел. Сейчас на самом деле век профессиональных команд. Поэтому дружите, помогайте друг другу. И не бойтесь переделать. Вам вернется все вернется. Спасибо.